День Республики День Республики День Республики В Листе прошло закрытие фестиваля тюльпанов. Напомню, по инициативе главы Калмыкии Батухасикова он длился месяц и прошел в каждом районе и городе республики. За это время тысячи туристов поближе познакомились с культурой и традициями региона и народов, проживающих в нем. Кроме того, мероприятие дает толчок к развитию не только в индустрии гостеприимства, но и для предпринимателей республики в целом. Подробнее в нашем следующем сюжете. За месяц фестиваля в республике каждые выходные наблюдался большой поток гостей со всех регионов нашей страны. Туристов интересовали не только природные красоты и достопримечательности республики, но и гастрономическая составляющая, а также уникальная сувенирная продукция и национальные виды спорта. Все эти направления дают большие возможности для ведения своего дела или расширения бизнеса. Некоторые предприниматели, наблюдая какой потенциальный рост может дать именно фестиваль тюльпанов, развернули свои площадки. Очень сильно помогает нам для развития. Много предпринимателей, много кто смотивировался и много кто начал думать, чем бы заняться и что развивать. Для этого мы все это делаем. Все предприниматели здесь показываем это все. Кто занимается верблюдами, кто лошадями, кто конной стрельбой, кто лучники. Я думаю, у нас в Калмыкии много появится таких же людей, кто захочет, смотивируется и начнут заниматься этим делом. Чем больше нас будет людей, кто этим занимается, тем больше мы сможем принять туристов и, естественно, наш, как сказать, наш калмыки будет поток увеличиваться. Показать, что мы можем также делать не только продукцию широкого потребления, но также продукцию местного наше значение, национальную символику, буддийские знаки. Все это интересует также нас, наших жителей, также интересует гостей. Гастрономический туризм можно выделить в отдельную категорию. Многие гости приезжают в республику, потому что наслышаны о национальной кухне, ее экзотичности и неповторимости. Но самое главное, что привлекает гостей, это экологически чистое калмыцкое мясо. За свои вкусовые качества оно ценится по всей стране. Специально для гурманов в рамках фестиваля тюльпанов прошел гастрономический фестиваль «Маханфест», в рамках которого национальную кухню и блюда из калмыцкого мяса представили ведущие заведения общепита Калмыкии. Мы в первую очередь хотим продвинуть именно гастрономический туризм, потому что у нас очень вкусная калмыцкая кухня. Нам интересен именно такой турист, который приезжает не просто посмотреть на пагоду, хурул, а который хочет попробовать у нас покушать нашу калмыцкую кухню и посетить наши калмыцкие рестораны. Самое время развивать свой бизнес. Более того, считаю, что текущая ситуация в экономике способствует открытию новых продажных точек и проектов. Санкции на наши предприятия не влияют, так как мы закупаем сырье и материалы не за рубежом, а ориентируемся на внутренний рынок. Стоит отметить, что учитывая нынешнюю ситуацию, государство старается облегчить условия, вводить новые меры поддержки предприятий. Сегодня, когда сотни крупных иностранных компаний и брендов ушли из российского рынка, у отечественных предпринимателей появилась возможность занять опустевшие ниши, нарастить продажу продукции и приориентировать спрос на свой товар. Для поддержки бизнеса общества правительство страны разработало меры государственной поддержки. К примеру, отменяют плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2022 года. Вводят кредитные каникулы. На региональном уровне также действуют антикризисные формы поддержки. Так, региональный центр «Мой бизнес» понижает проценты по микрозаймам и софинансированию услуг. Мы, благодаря совместной работе с Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия, снизили процентные ставки и минимальная процентная ставка по льготным займам сегодня у нас составляет всего 5% для индивидуальных предпринимателей и общества с ограниченной ответственностью. Максимальная ставка там будет 10%, а для самозанятых лиц ставка будет вообще 4,5% минимальная, максимальная 9%. То есть на таких условиях сейчас заемные средства нигде в Республике получить нельзя. Фестиваль Тюльпанов показал, что развивая туризм, ускоряются темпы роста производства, открываются новые предприятия, что способствует экономическому благополучию Республики в целом. Сами предприниматели, наблюдая эту картину весь месяц, сообщили о готовности расширения своего производства, чтобы охватить большее количество туристов. Чингис Тихонов, Владимир Цуглинов, информационная программа Дель Республики. 9 мая в Калмыкии пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». В этом году она состоится в обычном режиме. Последний раз шествие «Бессмертного полка» в очном формате проходило в 2019 году. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса акция прошла онлайн на просторах интернета. В этом году в День Победы акция в Элисте начнется со сбора всех участников в 10 часов на пагоде 7 дней. Шествие колонны намечено на 10.40. Жители города пронесут портреты своих родных и близких участников Великой Отечественной войны. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно заранее подготовить штендер с изображением фронтовика или труженика тыла. Некоторые организации уже начали подготовку ко Дню Победы и предлагают услуги по изготовлению штендеров, что называется «Подключ». К этому дню, 9 мая, мы изготавливаем для населения, для родственников, погибших, участников Великой Отечественной войны. В 41-м году такие вот транспаранты. Можно изготовить, можно принести фотографии. Мы реставрируем, можем отреставрировать и наклеить, допустим, на пластик и готовить эти транспаранты. Если нужна реставрация, нужно прийти дня за 3-4, чтобы мы спокойно сделали, отреставрировали. Я пришел заказать табличку, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк». Я хочу почтить память своего прадеда, который пропал без вести под Сталинградом. Прадедом его звали Лариев Доржи Мантышевич. Я надеюсь, что наши земляки, соотечественники будут активно принимать участие в данной акции. Ведь это важно, сохранить память о тех людях, которые отдали жизнь, чтобы мы жили в мире. В преддверии 77-й годовщины Великой Победы в Национальном музее имени Пальмова прошло торжественное мероприятие «Этот День Победы», посвященное знаменательной дате. Мужество, отвагу и героизм ветеранов Великой Отечественной войны чествовали школьники, представители исполнительной власти и общественных организаций республики. В честь ветеранов прозвучали их любимые песни, стихи о родине, доблести и славе. Все собравшиеся поблагодарили их за мирное небо над головой. Героям войны были вручены ценные подарки и цветы. В настоящее время проводят такое мероприятие, после этого мероприятия мы молодеем, еще хочется жить дальше, дальше, на радость всем молодым. Спасибо всем руководителям, которые такое мероприятие проводят. Было очень радостно видеть наших ветеранов, которые дожили до этого счастливого дня. И те ветераны, которые сейчас живут, к сожалению, у нас их осталось совсем мало. В городе всего 9 человек. Из них только, которые могут посещать такие вот мероприятия патриотического направления, это всего 2-3 человека. Пусть они еще поживут с десяток лет, будут нами управлять, подсказывать. Дай Бог им еще здоровья и жизни. Дорогие друзья, я призываю всех, голосуйте за свой район. Чтобы он еще был краше, чтобы было лучше. Не оставайтесь просто зрителями этого. Я считаю, что вы должны волноваться, радоваться за наш замечательный южный город. Я всех призываю, дорогие друзья, голосуйте за комфортную городскую среду. А в поселке Малые Дербеты стартовал конный поход, посвященный 80-летию формирования 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. В нем принимают участие 25 человек со всех районов республики. Они проследуют по маршруту Малые Дербеты, Киченеры, Ергенецкий, Богачунос, Троицкое. Стоит отметить, что именно в Малых Дербетах находился штаб формирования кавдивизии. Напомню, в 1942 году 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия на берегах Дона сдерживала наступление немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, воины кавдивизии осуществляли помощь отступающим силам советской армии, что впоследствии сыграло важную роль в переломной моменте Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло, 28 получили травмы различной степени тяжести. Задержано и отстранено от управления 26 водителей, в том числе 6 граждан, ранее лишенных права управления. Также за этот период в режиме автоматической фото-видео фиксации сотрудниками госавтоинспекции Калмыкии вынесено 7481 постановление об административном правонарушении. 1 мая в 9 часов 40 минут на 167-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух транспортных средств. Это ВАЗ-217030 под управлением 55-летнего жителя Киченеровского района и ГАЗ-33023 под управлением 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 56-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-217030. Специалисты IT могут получить грант на стартап. Российский фонд развития информационных технологий реализует грантовую поддержку стартапов, направленных на разработку отечественного программного обеспечения. В листе пройдет стартап «Субботник» с 6 по 8 мая. По адресу улица Клыкова, 1А, об этом сообщил министр цифрового развития Республики Калмыки Алексей Теев в ходе брифинга в РИА Калмыкия. Подать заявку на участие в «Субботнике» можно на сайте, указанном на экране. По словам профильного министра, главная цель мероприятия – популяризация информационных технологий. Проводим стартап «Субботник», где в режиме онлайн и оффлайн проведем семинар о том, что такое стартап, как его делать. И он будет посвящен теме информационных технологий, импортозамещения и под цифровой трансформацией и под цифровизацией в целом. Значит, у нас будут крутые спикеры. Мы пригласили директора фонда развития информационных технологий Александра Павлова. То есть он к нам лично присоединится онлайн и расскажет от первого лица о тех мерах поддержки, которые есть сейчас в данном фонде. Организаторами стартапа «Субботника» выступает Министерство цифрового развития, IT-кластер «Цифровая Калмыкия». С 6 по 8 мая помогут населению Калмыкии в профориентации и освоении современных цифровых профессий. В течение трех дней пройдут лекции и семинары от экспертов, имеющих практический опыт в создании IT-стартапов. Чаще всего проблема, с которой сталкивается частное лицо или даже государственная организация, это то, что у организации нет ресурсов и даже просто выходов на квалифицированных IT-специалистов. Когда у кого-то возникает идея, допустим, мы хотим сделать какое-то приложение, мы хотим сделать какой-то сервис, то, естественно, нужно собирать команду. То, что мы проводим на «Стартап-субботнике», мы как раз-таки даем возможность людям, организациям найти команды для реализации своих идей, для реализации тех решений, которые закроют именно проблемы этих организаций. И в Калм-ГУ имени Городовикова прошел открытый чемпионат ЮФО по греко-римской борьбе среди студентов в памяти мастера спорта Николая Колдарькова. Более 70 студентов из разных вузов Юга России приехали в Элисту оспаривать звание лучшего в своей категории. По словам главного судьи соревнований, доцента Южного федерального университета Сергея Настевича, все схватки прошли в упорной борьбе, ни один участник не был травмирован. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке и Ростелекома и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграм. На этом у меня все. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА